Уважаемые дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. И первым представляю бойца в синем углу. Ему 21 год, рост 178 сантиметров, вес 70 килограммов ровно. Его стиль рукопашный бой, профессиональный рекорд бойца. Два боя и две победы, представляющий Тамбов Россия. Вот он, Камал Мамедов! А вот его соперник в красном углу. Ему 25 лет, рост 178 сантиметров, вес 70 килограммов 800 граммов. Его стиль ММА, профессиональный рекорд бойца. Три победы при двух поражениях, представляющий Ростов-на-Дону Россия. Дмитрий Задорожнюк! Рефери в клетке Гирихан Шабилов. Так, легкая весовая категория. Дмитрий Задорожнюк против Камала Мамедова. Камал в синем углу, Дмитрий в красном. Первый рот. Смотрим. Присматривают друг к другу спортсмены. Внутренний лоу-кейк, такой проверочного характера. Выбросил Камал. Тут же еще какая серия по защите. Моментов нет у Шуица, несмотря на довольно юный возраст. Сегодня, в принципе, много бойцов. Очень молодых и дерзких, как мы уже отмечали. Но, тем не менее, все-таки родные стены должны помогать Дмитрию. Лоу-кейк. И по корпусу. Пытался пробить Камал Мамедов. Задорожнюк намертво приклеивает правую руку к челюсти и делает это абсолютно правильно. Пытается он прессинговать боковые удары от Камала. Пока он чуть побыстрее. И, опять же, смотрите, хорошие боковые удары у него неплохо. В принципе, ногами работает. Но левую ногу под лоу-кейк все время отдает. Хорошо попал сам Задорожнюк, но немножко задержался на дистанции. И тут же по нему выпустил несколько мощных снарядов. Камал. И вот здесь, опасаясь, что может попасть под удар, все равно идет проход. Пытается провести гильотину, да, Дмитрий? Задорожнюк, ну, хотя бы забрать. Захват. Вот этот прием. Пока не получается. И в итоге, скорее всего, он навяжет борьбу. Камал Мамедов. Вот здесь смотрим. Ноги не скрещивает пока, он только сейчас. Скорее всего, не получится здесь провести гильотину. Но есть воздействие. Видно, что пытается отжать руку. Глубоко. Она заведена. Да, верит, верит в этот прием. Дмитрий закисляется. У него рука. Но в свое время, помнится, верил и Дастин Пареев с Хабибом в гильотину. Но ничего не получилось. Так не получается и здесь. В том случае, она была точно не подготовлена. Здесь действительно угол и расположение ног соответствовало потенциалу, скажем так, этого приема. В любом случае, в гарде постарается развить успех Мамедов. Поднимается на ноги и, скорее всего, позволит это же сделать сопернику. Да, задрожнюк на ногах. Вновь попытка идет левого бокового со стороны Камала. Но опять очень хорошо защищается Дмитрий. Очень спокойный и размеренный бой для 21-го года показывает Камал. Поменял стойку, но и с левшей не стал атаковать. Через руку. Неплохой удар Белл. Чем ответит Дмитрий Задорожнюк? Хорошая скорость у Камала на руках. Здорово. Здесь очень неожиданный был миддлкик. Попытка побороться. Да, и борьба у Дмитрия не проходит. Вовремя руки поднял. Там опять набрасывал Мамедов. Да, и пока, если честно, не совсем понятно, за счет чего Дмитрий может перевернуть ход этой встречи. Опять комбинация в стиле Ти-Джей Дила Шоу пробивает. Камал Мамедов, двойка на руках, затем хай-кик. Причем именно левый хай-кик. Лоу-кик на вот эту двойку в голову. Есть! На вылет буквально попал Камал Мамедов, но выстоял Дмитрий. Его даже не пошатнуло, эффекта Гроги не было. Ой-ой-ой, и вот здесь зря очень нырнул. Тут же наполучал несколько ударов, отходит назад. Продолжает наращивать давление здесь Камал Мамедов. Да, и опять по корпусу. Начинает резко покидать силы Дмитрия за Дрожнюка. Сейчас он воспрял. Очень опасные размены справляется Дмитрий. С короткого расстояния вкладывается Мамедов. И колено по корпусу успевает выбросить Дмитрий. Очень опасно. И не забывает левую ногу выбрасывать в конце своих комбинаций. Камал Мамедов. Ну и обширное такое покраснение с левой стороны, с правой стороны. Вот, за Дрожнюка видно, что туда она прилетала. Но как опасно сейчас машет вот этим правым оверхендом Дмитрий, который мог прилететь в челюсть. Да, в итоге не попал. И вот такой бэквист с ударом с разворота. В исполнении Камала. Раунд подходит к концу. Перерыв. Гирихан Шибилов сейчас указал на то, что необходим врач клетки. Там есть рассечение. Образовалось, кстати, под самый занавес, судя по всему, раунда. Необходимо ликвидировать максимально, насколько это возможно, кровоотечение. Пока мы с вами смотрим вот эти вот основные мгновения, эпизоды предыдущего отрезка. Вот как раз считается база рукопашного боя у Камала Мамедова. Очень хорошая скорость. Плюс ко всему он еще и ноги активно подключает. В этом противостоянии. Уже дважды он избежал борьбы от соперника. И сил больше не станет. Скорее всего, о, Дмитрия Задроженюка. Да, есть там рассечение на голове. Второй раунд. Бой! Калитка закрыта. И в клетке, как всегда, только трое. Пресендует Дмитрий на старте. Вот он, шанс. На первый взгляд была неплохая попытка побороться. Такая слитная, очень своевременная. Но отзащищался Мамедов. Это, безусловно, был шанс для Ростовчанина. Еще один. И здесь на встречу поймал. Но нет, хорошо отбрасывает ноги. И опять справляется с этим Камал Мамедов. И сам пытается уже организовать здесь прием. Прихватил за шею. Но тут нужно действительно все-таки защищаться даже от встречного, опять же, прохода со стороны Задроженюка. Небольшая пауза. Ну и складывается такое ощущение, что, в принципе, бороться не очень хочет Камал. Сетки не хватает. Вновь у нас дистанция между бойцами. Судя по всему, открылась вновь рассечка. Вот. И кровь, по-моему, мешает, да? Как я понимаю, Дмитрию. Да, постепенно она попадает на лицо. Постреливает хорошо Мамедов. Оу, и здесь ныряет вроде бы под руку Задрожнюк. Делает все правильно, но опять устойчивости и баланса хватает Камалу Мамедову. И хватает, в принципе, сил здесь. Через руку справа докрутил кулак. Все-таки донес удар. Сколько еще будет попыток у Дмитрия Задрожнюка навязать борьбу. Прибирает шею. Пытается стащить на себя соперника. Не получилось. Но, тем не менее, голову-то он контролирует. Да, и коленом тоже можно работать. Но ставит руку предусмотрительно Мамедов. А вот здесь, да, только за счет потери позиций и оказывается Задрожнюк в боковом контроле. За счет этого избавляется Камал Мамедов от приема. Ну что, впервые в этом бою вот такой хорошей, уверенной позиции на настиле добился Дмитрий Задрожнюк. Хавгард. Ну да, там попытка была наверняка пересесть в фуллмаунт, но не уменьшалась она успехом. И как-то закрепился в этой позиции Дмитрий. Ну, практически полбой защищался Камал от борьбы. И делал это с успехом. Здесь была допущена первая ошибка. Тенденция ли это или звонок? Давай, 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 ноги. Переслучайность. Цивидом. Да, вот треугольник здесь потенциально может случиться. Все для этого есть. Там, я думаю, будет желание вырвать руку. Да, Камал вновь на ногах. Да, не знает, что в этом случае делать Камал. Он в стойке, у него понятная абсолютно схема. Он знает, что сделать на втором этаже. Уверен в своих палаках и в своей скорости Камал Мамедов. Ну, видно, что подзакислился. Уже не так свеж. И ногами стал работать гораздо меньше. Он не выбрасывает в конце своих комбинаций. А тот самый левый хайкик. И опять же слева по печени, по корпусу в принципе не пытается доставать. Тейкдаун навстречу. А вот это было неожиданно. Шикарно поймал, нырнул и оказался сверху. Ну, тогда с лишним до окончания второго раунда. Но насколько продуктивен вот в этом отношении Камал Мамедов. Он сейчас полюбопытствует. Но для уверенной победы в раунде ему, конечно же, нужны удары. Хотя бы по корпусу. Хорошая попытка треугольника. Вырывается опять Камал. Какой изящный, мощный, интересный гребник у Дмитрия. Так как Юла просто на спине крутится. Дорова уже цепляет ударами. Обратите внимание, задорожнёк. И болтанула там Камала. Банка у него точно есть. Ещё раз. Попытка перевести неудачно. Опять в глухую защиту ушёл. И правильно сделал. Потому что локоть с правой руки от Мамедова летел. Точнёхонько переносится. Тем не менее удар получился плотным. Кусти по защите. Действие, действие. Не хватает активности. В этом бою. Но раунд очень интересный для судейства в том числе. Вроде бы Камал моментов его забирает. Но звоночки тревожные точно были. Хотя бойцы с синего бланка. Смотрим ещё раз. Вот здесь защищался задорожнёк, вставая. Попадается сам пробивать колено. Но определённо в челюсть дошло попадание. И вот тот самый перевод навстречу, который запомнился многим. И выход из треугольника тоже был очень своевременный. Камалом. Камалом. Игорь. Камалом. Игорь. 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 Третий раунд. Бой! Третий раунд. Возобновляется поединок. Очень напряжённый. Очень интересный, как летит сразу Дмитрий Задорожнёк вперёд. Вот это да. Размашистые удары у Дмитрия. И вразрез. Правый прямой пытался получать Камал. Хороший тайминг он показывает. Но вот в этих разменах, по крайней мере в двух которых мы увидели, он получил больше, чем нанёс. Идёт, идёт вперёд. Е-е-е. Сюда он и добивается его. Отдаёт шею. Хорошая позиция для Дмитрия. На первый взгляд кажется, что он лучше распределил силы на протяжении всего поединка. Работает по корпусу. Здесь выкрутиться не получится. Ищет позицию полного маута. И она у него уже в кармане. Хорошее положение у Дмитрия. Отдаёт спину рискует Камал. Куда здесь провернуться, что выйдет на удушающий приём за Дрожнюк или нет. Бэкмаунт высокий, может там выскользнуть из-под соперника Мамедов. Левая рука уже заведена под подбородок, а вот за правую там настоящая битва разворачивается. Очень плотно её держит Камал Мамедов. Да, держит из последнего. И вот сейчас освободил и пошёл удушающий приём сразу же. Но нет, не тут-то было. Может здесь ещё раз провернуться. А Камал Мамедов. Ну и не смог докатить и развернуть окончательно за Дрожнюка. Ух ты, как здорово. Браво, браво, Камал. Браво, браво, Камал. Шикарная работа. Штоп, замерли. Замерли в этой позиции. Перчатки поправим. Проглажаем. Небольшие проблемы были с перчаткой. Всё в порядке, встреча продолжается. Следки не хватает. Ну и, наверное, Камал Мамедов может быть уверен в том, что может немного подсушить этот бой и в борьбе в том числе. Сейчас у нас дистанция опять. Бой уже идёт довольно давно на морально-волевых. Посмотрите, что утворяет Камал. Перекрывается. Вот Дмитрий. Ещё один удар туда, куда нужно. Колено в ответ. Какой форсаж. Невероятно. Отвечает за Дрожнюк. Сам пытается попасть, но всё очень-очень точно летит по защите. Максимально брутально просто провёл последние секунды 20 моментов. Да, чистых попаданий, может, было и немного, но то, как он шёл вперёд, конечно, впечатляет. Ну и в джебы. Колено в прыжке. И здесь... Да, нужна поддержка за Дрожнюку. И трибуны отвечают. И он взаимностью скандирует имя Дима. Дима. Но у Димы не хватает кислорода. Ему просто необходим впрыск жидкого азота. Он навязывает опять борьбу здесь. Афгард. Вновь по корпусу. Всё то же самое делает Дмитрий. Да, улучшить позицию здесь будет очень сложно. В ответ ему там набрасывает локти, вернее, пытается это делать Камал. Не так это удачно, наверное, получается у него. Да и, в принципе, удары по корпусу от Дмитрия тоже не самые акцентированные. Просто исходя из положения. А вот это было неплохо. А вот здесь сейчас наотмашь уже когда, тогда очень перспективно выглядит. Но при этом амплитуда не очень большая. Хотя при ударах локтями она, в принципе, и не требуется. Голено пытался ставить Дмитрий за Дрожнюк. И здесь приходится отдавать спину. Да, хорошо забрал. Начинает нагружать. Ну что здесь? Удушающий через руку или же будет стремиться к техническому нокауту? О, тяжелейшее положение для Камала Мамедова в конце этого раунда. Да, и этот отрезок он отдает. А вот что там по второму? Вот что интересно. С первым все понятно. С третьим получается тоже. Да, дождемся официального решения. Последние мгновения здесь под диктовку за Дрожнюка. Попытка выйти на армбар будет неудачно. И Камал, все. Время закончилось. Ждем решения. Оно может быть каким угодно. Прямо неудачно. И идем решения. Но но пользуемся. Оно может бытьом-то через руку. Разгибает. Время. Дopath. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Приглашаются бойцы на середину И слушаем Уважаемые дамы и господа В этом бою Единогласным решением судей Победу одержал боец В синем углу клетки Камал И все-таки Камал Мамедов Одерживает победу Тяжелейшую победу Дмитрий сделал все, что мог Но все-таки переломить ход встречи не сумел Было бы еще два раунда Может быть итог был бы и другим